Тут вспомнила, что я забыла сумку, а здесь все. Документы, деньги, дополнительный телефон, но самое главное, что паспорт. Представляете, если бы у меня эту сумку кто-то прихватил, я не знаю, как бы я возвращалась в Россию. Наверное, осталась бы в Праге. Относительно моего роста дверь вот. Обычно 2 метра – это значительно выше. Привет, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. Мы находимся в Праге, Чехословакии. И перед вами вот это прекрасное сооружение. Мне оно очень нравится. Постройка под названием Джинджер и Фред. Здание построено в 1996 году. А вот кто архитектор, вы можете посмотреть в интернете, если найдете. Это танцующий дом. Здесь, на самом деле, находятся офисы. И внутри его посмотреть нельзя. Можно посмотреть только снаружи. Но можно сходить в ресторан. Мы сегодня хотели заказать столик в ресторане наверху, но, к сожалению, он резервирован на какое-то событие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы купили вот такие билеты. И поедем на фуникулере. Дошли до церкви. Это церковь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До монастыря. Он закрыт. Попасть не удалось. Сняла только снаружи архитектуру. Но зато здесь шикарный ресторанчик, пивоварня. Вообще, вы знаете, наверное, Чехословакия славится своим пивом. Я, на самом деле, пиво не пью, не люблю. Но здесь пью. И оно, оказывается, имеет разный вкус. Вообще очень вкусно. Цены, кстати говоря, очень невысокие на еду и пиво. То есть, если питаться здесь в чешских ресторанах, то вы, конечно же, отрастите себе пивные животики или пивные щечки. Но при этом сможете недорого поесть ребрышки, там, свиную рульку с капустой. А вообще очень похоже, на самом деле, на немецкую еду. Вот чешская кухня. Любителям пива я считаю, что здесь благодать. Приезжайте, пейте пиво, дегустируйте. Тем, кто любит какую-то легкую еду, конечно, будет намного сложнее. А здесь открывается прекрасный вид. Внизу, мне кажется, вот это виноградничек небольшой. А дальше вот эти красивые крыши черепичные. И вот мы опять попали на видовую площадку в городе Прага. Поскольку здесь красивый вид, то многие предпочитают фотографироваться. Также вот Ирина, например, активно позирует. Андрей в качестве фотографа выступает и делает потрясающие снимки. С пивнушечкой на верху. Частные дома богатых чехов. Может быть, это какие-то даже хоккеисты чешские. Или, скорее всего, русские. Ну, что сделали здесь прекрасные видовые фотографии. На город Прагу. Ну, а так расскажу о историях, которые приключились с нами. Сегодня пришли в ресторанчик, пивоварню. Пока пытались понять, когда нас обслужат, разобрались с тем, что, оказывается, на улице не обслуживают. Ну, я оставила сумку, вот эту, которую только что из Милана привезла, на столе. И ушла прекрасно кушать рульку. И тут вспомнила, что я забыла сумку. А здесь все. Документы, деньги, дополнительный телефон. Ну, самое главное, что паспорт. Представляете, если бы у меня эту сумку кто-то прихватил. Я не знаю, как бы я возвращалась в Россию. Наверное, осталась бы в Праге. Хиппи-безды, 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 поздравляю. Спасибо, дорогие. Посмотрите, какие оригинальные бокалы. Закрыто, наверное, сейчас. Вот с ножкой, с кривой. Вот такие. Это хрусталь. Сегодня у меня праздник. Ирочка мне подарила эти бокалы. Спасибо, дорогая. Днем рождения. Да, я выбрала для белого вина. Вот такие вазы из прозрачного стекла украсят любой интерьер. Сейчас это актуально. Чем меньше каких-то там рисунков, тем лучше. Вот это перед вами собор Лоретто. А это пивная под названием Черного Вала. И на самом деле здесь, несмотря на то, что находится в туристическом месте, в эту пивную в основном ходят местные жители. Если вы хотите поесть, то здесь не получится поесть. В принципе, здесь дегустируют или пьют, в общем-то, обильно пиво. Разные виды пива и немного закуски. Снаружи, видите, вот достаточно аскетичное оформление. Оформление как какого-нибудь бара или кафе. А на самом деле это пивная. Пройдем внутрь. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала мы спускались по этой лестнице. Это было несложно. Но, оказывается, мы не туда ушли. И пришлось подниматься вот по всем этим ступеням. Ужасно устала. Вообще, такая тренировка в этот день. Значимая для меня. Одышка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой, какое великолепие. Это из такого лабиринта выходишь на маленькую площадь, и видишь грандиозное сооружение собора. Потрясающая красота. Это собор Святого Вита. И он как до Ома? Он переплюнул до Ома. 700 лет строился. 700 лет строился этот собор. С 1344 по 1929. С 1344 по 1929. 929. Очень долго. Представляете? Хорошо, Ира подсказала. Теперь мы все знаем, и вы, дорогие зрители, что этот собор строился 700 лет. Очень красивый. Видишь, как народ вокруг церкви спортом занимается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите там скелет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это злата уличка. Как вам кажется? Как будто бы здесь жили горбуны когда-то. На самом деле это не так. Здесь жили... Подожди, а кто жил? Посмотрите, какие маленькие цветные домики. Маленькие абсолютно. Смотрите, относительно моего роста дверь вот. Вот обычно 2 метра – это значительно выше. Стандартные двери от 2 метров сейчас. Или 2100, 2300. Ну, во дворцах совсем высокие. Здесь такие низкие двери. И кажется, что здесь жили, наверное, горбуны. На самом деле здесь чеканили монеты. И сейчас тоже по сей день тоже функцию несут эти домики. Красота неописуемая. Вообще, как домики для репутов. Посмотрите, здесь вместо подоконника плитка. То есть такой вариант отделки. Хотя я так понимаю, что здесь стекло и там стекло, да? А все, что он в другой стороне там видит сад, наверное, насквозь. Смотрите. Да, красота. Вот такую свиную рульку делают. И здесь и с пивом употребляют. А кругом на лошадках катают. А еще давайте к пивной штуке подойдем. Вот на таких лошадках показывают город. А самое главное, вот эта классная штука. Вот здесь на велосипеде таком сидишь, пиво пьешь и педали крутишь. Вот и она едет, если ты крутишь педали. Вот на таких штуках. А там пиво тогда наливают. Вкусно. 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 Очень вкусно. 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 Очень вкусно. Вкусно. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вот и закончился очередной день в Праге Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки Если было что-то непонятно, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить Ну а так, традиционно подписывайтесь на мой канал Ну а сегодня всем пока! Друзья, подснашиваются и в принципе это на самом деле смотрится неплохо Вам не потребуется ремонт делать регулярно Если вы планируете сделать кафе, не делайте ломинад, это выглядит дешево А как бы натурально-массивная доска, она будет служить долго Наконец-то на третий день пребывания в Праге мы дошли до Карла у моста Субтитры создавал DimaTorzok